Вы у нас в каком-то смысле в театре уникальный человек. Тебя куда-то тащат, ты становишься у палки, вот это вот все, по спине бьют, здесь бьют. Вы работали перед тем, как встретились с Райкиным? Явишься не вовремя, да, то есть ты понимаешь, что ты подставляешь огромное количество людей. Какая-нибудь девушка из провинции приезжает и пытается попасть в Большой театр. Я поняла, что нет, как-то вот. Оказывается, в театре есть женская дружба. Но ты же другой человек, у тебя другая органика, у тебя все другое, у тебя просто ее костюм. Честно скажу. Боже мой. Но они нам потом припоминали на фестивале. А мне ровно было надо. Мне надо, чтобы я сама, понимаешь? Чтобы я сама. Понимаешь? Стараюсь. Да ты не обижайся. Ты мне нравишься, правда. После этого люди расстаются. Из чего ты взял? Так в кино обычно говорят, она и пошел. Сядь на место. Сядь на место. А я, Рома, хочу утром проснуться и в большой ванну залезать. И белый халат надетя, и лежать в этой ванне, пока не надолеют. А вот выйти оттуда. И снова. Халат надетя. Халат надетя. Халат надетя. Переехала в Петербург. И как-то вот я думала, что будет моя жизнь связана с Петербургом. Но так получилось, что очень много мест я объездила по нашему земному шару. И вернулась вот, собственно, в театр, в родной театр. Но театр вы помните еще с детства. Да, все верно. Это было... Я помню даже первое название этого самого спектакля. Это был спектакль «Не стреляйте в кармен». Достаточно, как я сейчас понимаю, не детский был спектакль. Но вот эти вот два акта... Я просидела, я даже не знаю, как... Это были такие эмоции, чувства, что я... Ну, как мне мама об этом рассказывала, она говорит, ты не шелохнулась просто. Вот ты сидела, тебя посадили, ты села, и все. И вот с придыханием... Я помню музыку оттуда. Я помню танцы, я помню костюмы. Я, конечно, уже не помню хорошо сюжет. Но вот это вот чисто детское восприятие, вот это вот... Когда тебя просто вот это вот волной накрывает, и ты в восторге вообще от того, что ты видишь. Вот это до сих пор сохранилось. Да. Состав помните, кто был в карманах? А, да, помню, конечно. Сергей Николаевич Ребри был. Анна Титова, если мне не изменяет память. Лариса Габдулсейтовна. Я помню затем огромное количество других спектаклей. И «Любовь», и этот «Выпал из гнезда», и «Сильвия», и «Королевские игры», и «Забыть гиростраты», и очень-очень много других спектаклей. Вот, но этот был первым. Этот был самым-самым первым, да, спектаклем таким взрослым. И с тех пор, то есть это была прям такая наша семейная традиция, мы постоянно приходили в театр. То есть это прям вот каждые выходные, каждую неделю. Я помню, что мы тогда пересмотрели весь репертуар, который был. Гастроли тогда были, тогда привозили «Золотую маску». Тогда я впервые видела Константина Аркадьевича Райкина, да, и в «Контрабасе». И кто бы мог подумать, что потом я его буду видеть в своей аудитории и смотреть вот тоже вот так вот на него. То есть, ну, в общем, да. То есть это вот прям такая традиция, вы с толнаха каждый выход. Да, с толнаха. Боже мой, актировки, метель, мороз под сорок. Мы с семьей, да. А маму, конечно, ей большое спасибо за это, потому что она меня вот, ну, научила любить, так нельзя говорить, да. Она скорее показала, как это, вот, вот, что такое музыка, что такое театр, что такое опера. И, конечно, за это спасибо большое родителям. У меня вообще очень символично. С нашим театром еще связано то, что, когда он строился в 83-м году, это был первый мамин объект, как инженера-геодезиста, да. И вот это вот, вот везде вот эта вот символичность, она прослеживается, конечно, да. Папа кто по профессии? Тоже инженер, тоже инженер-строитель, да. То есть, в принципе, к театру, нет никакого решения? Нет, родители инженеры, дедушка с бабушкой тоже, сестра врач. Поэтому я так, собственно, выбилась немножечко из этой семьи на колеи. Но у меня никогда не было такого, чтобы меня кто-то вот давать на врача, на юриста, на инженера. За это тоже спасибо большое родителям, потому что этого никогда не было. То есть, вот как тебя направляют, что тебя, что тобой движет, а мама лишь просто подмечала что-то и помогала вот состояться. Семья переехала в Санкт-Петербург. Это вот как вот эта золотая мечта всех норильчам в Санкт-Петербург? Или только потому что сестра поступила? Не семья, не семья. Тут очень важный момент. Опять-таки, знаете, вот как важно родителям доверять детям, а детям доверять родителям. Потому что переехала моя сестра, она там поступила, училась, родители были здесь. И меня отпустили в старшие классы в гимназию. Я перевелась в 441-я гимназия. То есть, я вместе с сестрой. Мы были там вдвоем. Она оканчивала медакадемию, я вот на школу. Ну как интересно, вы закончили школу в Санкт-Петербурге, а поступили в ГИК. Ой, это вообще, это другая история. Опять, ну такая вот не случайная случайность. То же самое, как вот случилось с тем, когда я пришла в театр. Вот, и то же самое случилось и с Авгиком. Потому что, заканчивая школу, я предполагала, что я буду поступать в театральную академию. Я к этому готовилась, я к этому ушла. У меня уже были какие-то там знакомые. И я думала, ну вот, собственно, у меня уже была какая-то программа. Ну, как положено. Басни, стихотворения, проза. В общем, все стандартно. Но получилось так, что в тот период, когда шли прослушивания, эти самые первые туры, а кто знает, что в творческих вузах экзамены начинаются гораздо раньше, чем выпускные экзамены в школе проходят. То есть это где-то начало апреля, апрель-май, да, где-то так. То есть у тебя еще в школе вот это вот, а тогда еще только ЕГЭ. Да, появилась ЕГЭ. Это вот этот вот сумасшедший дом, конечно, был. И получилось так, что я заболела довольно серьезно и пропустила, собственно, вот. И это было просто вот все, конец, финиш. Это была жуткая депрессия подросткового возраста. Я понимала, что все, ну все, я год сижу. И как бы... И тут я, значит, по сайтам захожу, захожу там в московские вузы, естественно, Щука, Щепка, МХАТ, ГИТИС, ВГИК. А я еще писала параллельно. То есть начиная со школы, постоянно это были какие-то поэтические, писательские конкурсы, то есть ездили в Москву, в Петербург. Но это было так вот, как бы я к этому, наверное, серьезно не относилась. Ну мне нравилось это, я этим занималась, увлекалась. Ну как-то вот серьезно думала, ну это просто было мое хобби. Тут я слышала раньше о сценарно-киновическом факультете, я о нем знала прекрасно, но вот как-то мысли не возникало. И тут я вижу, что по срокам вы еще можете отправить свою работу. Я думаю, ну я попробую, ну попробую просто. Я беру, отправляю свою работу. Позвонила, значит, в приемную комиссию. То есть прошло уже какое-то время, конечно, без всякой надежды абсолютно. Мне говорят, так, Донова, да? Я говорю, да. И молчание такое минутное в трубке. Я вот так помню. Еще думаю, почему я так волнуюсь? Мне же было, в принципе, все равно. Они говорят, да-да, ваша работа прошла, приезжайте. В тот же вечер билет Питер-Москва. Ни знакомых никого. С чемоданом. 17 лет. Приехала. Ну тогда еще давали общежитие. То есть тогда еще все нормально было. А сейчас уже с этим сложнее. И пошли, пошли первый тур, второй, третий экзамены. А это, ну, кто знает, кто поступал, тот знает, что это страшная нервотрепка. Вот просто пережить все эти туры. Потому что ты каждый раз просто вот, ну, ах, и да. И, а, нет, а, да. То есть ты вот, ты вечно в таком напряжении. И это еще то испытание. Просто еще будучи в, ну, достаточно таком юном возрасте. Да. Да, ты все время. И дело в том, что я маме это не сказала. Да. Да, я не сказала ей об этом. Потому что я просто сейчас понимаю, боже мой, что она чувствовала, наверное, в тот момент. Потому что я думала, она будет переживать, волноваться. Я вот сейчас быстренько, значит, съезжу. Не поступлю. Не поступлю. Не поступлю. И все хорошо. И тут начались вот первые вступительные экзамены. Я, конечно, я уже ей все сказала. Потому что, ну, буквально я ей достаточно быстро сказала. Просто не сказала именно о своем таком переезде скором, да. То есть это было тоже все очень неожиданно. И мне безумно повезло. Потому что у меня был прекрасный мастер. У меня два мастера у нас было. Степанов Анатолий Яковлевич и Фокина Анатолия Анатольевна. Анатолий Яковлевич проработал 40 лет с Гайдаем на Мосфильме. И то есть это вот именно та старая школа вот языка и действия, когда именно литературные были сценарии. То есть сейчас, конечно, больше все уходит в американку, что, в принципе, ну, нормально, что, наверное, тоже дань времени. Но вот именно тот литературный сценарий той старой школы, когда было отношение к слову иное, когда отношение было к персонажу немножечко иное, чем сегодня. Я не скажу лучше, хуже. Так вообще нельзя говорить. Потому что просто все меняется. И это, ну, как бы это нормально. Но мне повезло застать вот именно ту часть Мосфильма, ту часть ВГИКа благодаря моему мастеру. Слушайте, Александр Иванович, а сколько таки будет 836 на 423? А? 353628! Феноменально! А я что говорила? Ну и шляпа-таки корейка. Всю жизнь буду сидеть на 46 рублях. Другой бы на его месте карьеру не сделать. Такие вы способности бухгалтеру Берлаке, а? Ну и по первому образованию вы кинодраматург, правильно? Да, да. Сценарист, проще говоря. Сценарист? Да. Вот даже со студенческой каме... Какие взаимоотношения у сценаристов и актеров? Актеры так вот к сценаристам, ой, что они написали. Сценарист, боже мой, он никогда не сыграет это. Ой, слушайте, это тоже вообще прекрасная тема, потому что у нас, по крайней мере, во ВГИКе такого никогда не было. Мы все дружили одной большой дружной семьей. Тем более у меня, видите, немножечко... Ну, у меня была такая история. То есть у меня сначала, когда я пришла в театр впервые, и все, вот это вот понеслось. То есть у меня было театральное отделение в школе искусств. И это... У меня были потрясающие педагоги. Я говорю, мне всю жизнь, слава Богу, за то, что мне настолько везет на моих прекрасных педагогов. И в институте, и в школе. Потому что у меня были чудесные педагоги. Это Мирошникова Елена Васильевна и Шаламова Елена Александровна. Мы до сих пор общаемся, дружим. Это вообще мои просто вот самые строгие критики. Угу. И вот то, что было вложено на театральном отделении ими, и только ими, благодаря им, то есть все потом уже росло. Опять-таки, когда я поступила во ВГИК, на актерский факультет я была вольнослушателем. То есть я посещала и мастерство, я посещала, да, я посещала и хореографию. Вот, то есть, ну, и сцен речь. Все это было. То есть у меня не было просто официально этого. Угу. Я перепоступала в Щуки. Я дошла до третьего тура. После это был... То есть что-то меня такое вот сподвигло второй курс. Я попробую. Но я поняла, что я не смогу. Я не смогу уйти. Мне надо довести, во-первых, это до конца. Но, может быть, это черта характера такая тоже. А во-вторых, это, знаете, вот, ну, ты пришла в семью, и как... Ну, а как ты ее бросишь? Что касается отношения актеров, сценаристов, режиссеров, во ВГИКе это вообще была такая огромная семья. То есть это было большое-большое такое чудо. Единственное, наверное, ну, это так по-юношески, к кому мы так относились всегда, это вот к нашим критикам, к киноведам. Я думаю, это всегда такое, наверное, есть отношение, что в театре, что в кино. Но они нам потом припоминали на фестивалях. Ну, это шутки, конечно, нет. Они все хорошие ребята, то есть у них все в порядке. Но просто это была дружба, до сих пор она есть. Мы встречаемся, мы видимся, мы рассказываем друг другу о каких-то успехах, неудачах. То есть у нас была учебная киностудия, там все работали как-то вот вместе, и продюсерские факультеты, и режиссерские актеры, и сценаристы. Но вот что, если, например, что касается актера как такового актера в плане кино, конечно, это не его царство. Его царство в театре, это безусловно. Потому что все-таки кинематограф – это больше техническая сторона. А на данный период времени это, конечно, еще и продюсерская. Потому что мы знаем, что безграмотного продюсирования на сегодняшний день картина вообще может пройти абсолютно незаметно. Она может быть гениальной, но она может пройти просто незаметно, да. Дипломные работы, госэкзамены у драматургов – это что это? Это хорошо написанный, добротный сценарий? Полнометражный. Полнометражный? Поставленный или просто написанный? Он может быть поставлен, может быть просто написан. Тебе могут зачитать какие-то до этого курсовые работы. То есть курсовые работы у нас засчитывались, это были короткометражные фильмы. Вообще актерская профессия актера и драматурга, они очень-очень схожи, потому что это понимание персонажа, это понимание конфликта, это понимание задачи. Это настолько похоже, насколько даже не каждый может представить. Поэтому и на сегодняшний день, когда ты что-то сравниваешь, мне это скорее больше помогает гораздо, чем как-то меня в другую сторону относит. Нет. То есть это же не высшая математика. То есть это все очень-очень близко, это все очень тесно и это дополняет наоборот. Да. Что у вас за дипломная работа? О, дипломная работа, мне опять-таки, мне очень повезло, правда. Я вообще с таким удовольствием вспоминаю эти годы, потому что дипломная работа у меня была о большом театре, то есть и мне повезло побывать на репетициях, мне повезло поработать, пообщаться с артистами. Вот. Она не была поставлена. То есть он до сих пор лежит на столе, в столе. Вот. Поэтому «Большие надежды», так назывался мой сценарий дипломный. Я очень переживала за него, потому что писался он в муках. Вообще, как и весь диплом. В «Больших надеждах», наверное, какая-нибудь девушка из провинции приезжает и пытается попасть в Большой театр. Нет, она не из провинции и она не пытается попасть в Большой театр, ее замечают. А, ее замечают. Да, ее замечают. Конечно, там очень много… Боже мой, я сейчас благодаря вам вспоминаю свою дипломную работу. Там было очень много затронуто именно о красоте внутренней и внешней, о том, насколько важен труд, потому что вообще в этой профессии, в принципе, там никуда без труда. И я помню, что, когда меня отвели в балетную школу, это было дело у бабушки на Украине, меня взяли из-за данных. Ну, то есть это был какой-то особый подъем ноги, там еще что-то. И мне так это поначалу нравилось. Я, ой, это так красиво, значит, вот эти вот все наряды, в общем, музыка, это все так… А потом ты понимаешь, что надо пахать. Причем пахать так… Когда тебе 5 лет, тебе надо вставать в 7 утра, тебя куда-то тащат, тебя, значит, ты становишься у палки, вот это вот все по спине бьют, здесь бьют, ноги выворачивают, и ты так… Как-то… Как-то… Да, ты так уже по-другому на это в 5 лет смотришь уже, более философски. Ну, потом у меня ушло все в театральное отделение. Я была в школе, да. То есть я училась, в принципе, хорошо. В отличницы я никогда не хотела попасть. Я понимала, что… Я уже с раннего возраста понимала, что… Какие у меня задачи. То есть все было с театральным отделением связано на тот момент. Все первые спектакли, все там «Снежные королевы», «Щелкунчики», все это было на сцене Высоцкого. Да. Так что… Наши первые сцены там, получается. Да. И гастроли. У нас даже были гастроли в Дудинку. Были длительные гастроли, да, мы прямо… Иван Павлович. Иван Павлович, может быть чай? А какой чай? Чёрный, зелёный. Кофе. Кофе, да, Сахар? Да, Сахар. Конечно. Иван Павлович. Пожалуйста, Иван Павлович. Спасибо. Девочки, а Вы на меня-то забыли, что ли? Чай. Кофе. Точно. Помню. Вот Вы стали драматургом, и Вы работали перед тем, как встретились с Райкиным. Да, да, да. Попали к Райкиным. Тогда начали путешествовать? И куда Вы поехали? И зачем Вы вообще поехали? Как так получилось? Да, я начала работать. Кстати. То есть, окончив ГИК. Кстати, на тот момент это совпало же с кризисом страшным в кино. Это было... Финансирование было весьма избранным. И что казалось, например, работ ребят, даже режиссеров, ребят, потому что им было сложнее всего. Им надо было защищаться короткометражками. Ну, полные метры, когда вообще ни у кого их не было. Вот. А это огромные деньги, это колоссальные деньги. Вообще, кино, на самом деле, приучает не сцепление. Потому что любой съемочный день явишься не вовремя, да. То есть, ты понимаешь, что ты подставляешь огромное количество людей и денег. Потому что это все, да. Поэтому это вот кино в этом плане, процесс этот он приучает в дисциплине очень хорошо. Что касается работы. Да, я пошла тогда работать в редакторский отдел ГИКа, проработав некоторое время там. Потом пошли сериалы, ну, вот это вот все. Я поняла, что сериалы – это вообще не мое. Я не могу там работать. Причем мы говорим сейчас не о хороших таких вот, знаете… Не об Игре престолов. Ну, конечно. Да. Не о хорошем качественном продукте, а таком очень достаточно. Вот, который выходит, там, 405-я какая-то серия. Вот, да. Вот. Я поняла, что нет. Как-то вот… И все равно я знала, что вот, ну, как-то вот… Я буду учиться еще. Я, в принципе, всегда открыта к этому. Мне кажется, в любом возрасте можно и надо учиться. Но не учиться ради того, чтобы учиться и вот там корочка какая-то. А учиться для того, чтобы себя наполнять, насыщать. И это очень-очень важно. Мне кажется, для любого человека, не только для артиста. И получилось так, что кризис, кризис сериалы работы во ВГИКе, я поняла, что тут вот… Как-то что-то надо поменять. Вот. И получается так, что я прошла по стипендиальной программе. И вот как раз эта история, которая вам рассказывала о поездке в Париж. И я поехала туда тоже, отучилась, получается. Ну, там… У них нет так… В понимании семестров, как у нас. У них немножко другая система. Но вот так как я изучала там язык и плюс киноремесло… То есть это, да, все-все было там… Вообще… Боже мой, путешествие… Это вот… Я об этом вам говорила. Я могу об этом говорить просто бесконечно. Потому что я считаю, что каждый человек должен в своей жизни понять, что это такое. Но не когда мы покупаем путевку на неделю и в отеле запираемся. Да, да, да. И, видимо, только бассейн и шведский стол и все. Нет, это не путешествие. Это вот, ну, может быть, там, какой-то такой своеобразный отдых, но это не путешествие. Надо погрузиться в атмосферу этой страны, поговорить с людьми, пообщаться с ними. Даже если ты не знаешь языка, боже мой, там… Если ты открыт, к тебе открыты также. И вот… Походить в театр, в кино, не знаю… Сходить на местный рынок. Вот просто погрузиться. Меня всегда поражало, например… Я очень люблю сидеть где-нибудь в кафе и наблюдать за тем, как люди общаются. Вообще у них же, что в Испании, что в Италии, да и во Франции, у них же вот очень-очень много уличных кафе. Да, очень. Да. И все… Вот… Меня всегда поражало, что ужинают… И обедают, это понятно, но ужин всей семьей на открытом воздухе. Ну, понятно, летом… У них лето долгое. Вот. Ни телефонов, ни каких-то… Все настолько друг в друге. Все вот в этих эмоциях. Кто-то кричит, кто-то, наоборот, радуется. Но это все настолько эмоционально открыто. И я думаю, что вот этому прям вот стоит поучиться. И этим надо насладиться. И я говорю, у меня столько прекрасных, чудесных историй в путешествиях. Мне попадались такие потрясающие люди, которых я никогда бы не встретила в другом месте. И, боже мой… Ну, это вообще что-то. Поэтому я об этом могу говорить очень много, долго. И, в общем, все ребята у нас знают, что же, что для меня это прям такая тема. Я вообще языки… Кстати, лайфхак. Языки учу всегда либо по кино, либо по сериалу. Ну, и, конечно, когда ты приезжаешь в страну, это такой скачок огромный. Потому что ты постоянно общаешься, ты постоянно… В среде, да. В среде. В среде. И, то есть, если меня посадить за учебник и сказать, вот, начинаем учить, это вообще не моя история. Во Франции вы в Люмьер учились, нет? Да, да, да. Это была такая стипендиальная программа. То есть, когда ты учишься, но самое главное… Первым у тебя, что идет, это язык. Да. Да. Первым идет язык. И, конечно… Ну, это… Я тоже не знаю. Это такой вообще новый опыт. У них тоже все по-другому. У них… Например, я, конечно же, сравнивала с Авгиком это все. Как это все проходило. У нас немножечко другое к этому, конечно, подход. У них ты за время обучения, ты и сценаристом должен побыть, ты и, в общем, и режиссером, естественно, и звукорежиссером, и осветителем. В общем, ты должен на себе все попробовать вообще. Как это? Потому что, чтобы требовать с кого-то… То есть, у них такая политика. Чтобы требовать с кого-то что-то в работе, ты должен это сам испытать и понять, насколько это сложно, насколько это затратно. И я думаю, что это тоже подход очень интересный. Как вдруг появился Райкин? Опять-таки, вернулась я в Москву. Вот. И вообще, выбор такой… У меня, так думаю, что-то надо, в общем, с работы делать. А я еще хотела поехать домой приехать. Давно не видела вообще родные места и, конечно, и семью. Ну, мы видели, конечно, чаще, потому что у них отпуск и в Москве, да, мы пересекались. Но хотелось именно домой. Я думаю, так, что, 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 что делать. И как раз у них был вот сейчас… Это называется… Дополнительное профессиональное образование. Тогда это был такой экспериментальный тоже курс. Вот они набирали. Там был не только Константин Аркадьевич. Там было очень много… Вот Яков Сергеевич Ломкин, который приезжал, да, поставил теленка золотого. Это вот мой педагог тоже. Один из них, да. Все вообще началось не так, как я планировала. Но от этого не хуже, понимаете, чем прекрасна вот эта вот в жизни непредсказуемость. Потому что ты никогда не знаешь, как это получится и как это для тебя выйдет. И, ну, это же здорово. Это так здорово, когда ты киперу эту жизнь выписываешь. Так и случилось с театром. А вот и мы. Мы лучшие подруги Эрицы. Мы живем душам в душу столько лет, с самого детства. Матери. Она у нас была самая умная. Она у нас была самая сладная. И все-таки была она у нас лучше всех. И зашьет, бывало, что попросишь. И поможет решить задачу. И утешит, когда тебе кажется, что ты самая несчастная на этом свете. А мы не опоздали, а? Вы правда любите драться с ним? Ой! У-у-у-у! Я спросила, Псалот. А вы не могли бы устроить нас на крышу ратуши? Вам не откажут. Но если вы попросите, нам так хочется увидеть бой получше, да? Ну вот вы и рассердились. Ой, не хотите разговаривать с нами? А мы вовсе не такие плохие девушки. Вы думаете, мы нарочно помешали вам попрощаться с Эльзой? А мы не нарочно. Ненарочно? Ой! Да это Сергей Андреевич. Это он попросил нас, и отца дает вас, найти не с Эльзой. Пока не вовсе не разрешит этого. Это был ноябрь месяц. Да. При том, что мне мама присылает скриншот, что вот в театре, значит, у нас часть актеров уехала тогда, и театр набирал артистов, вот. И она говорит, ну попробуй. Я говорю, да мам, ну мы же как-то вот решили, в общем-то, я уже вроде как-то... Она говорит, ну ты же всегда хотела, ну это же вот твой родной театр, ну просто попробуй. Угу. 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 То есть даже, ну вот без слов. Угу. И настолько великолепно приняла труп. Я не знаю, как-то... У меня такое ощущение, что уже мы столько лет друг друга знаем. Угу. При том, что для меня же многие артисты, они изначально их я видела как зрители. Зрители, да. Потом уже, собственно, как коллега, поэтому это тоже очень интересно вот воспринимается. Но от этого еще лучше, понимаете, потому что это раскрывается иначе. Вот как-то и твои взаимоотношения, и вообще восприятие вот этого мира, оно как-то вообще по-другому раскрывается, да. Понятно, что первые дни в театре они были напряженными еще по той простой причине, что я буквально там через четыре дня уже вошла в работу, то есть это вышло на сцену, это была полярка. Угу. Вот. Вот. И это было сложно, потому что ты на новой сцене, на очень большой. Это определенный зал, это определенная акустика. Ты еще не знаешь свой голос здесь, ты еще не знаешь свои пластики здесь. Угу. Угу. Боже мой, ты еще партнеров своих никого не знаешь. Ты боишься, ты не знаешь, как вот, вот, чего, как. Конечно, это было, и это нормально, это у всех, это у любого артиста, который приходит в новый театр, это нормально. Но как-то это было настолько, это было родное место настолько, что вот этой натужности какой-то, напряженности, этого не было совсем. Все шло естественно. А что, да, касается, конечно, наших больших прекрасных артистов, что Сергей Николаевич, что Нина Борисовна, что Лариса Габдалсаидовна, то есть они настолько тепло приняли, настолько вот как ребенка, что помогали постоянно, то есть советом, делом. Боже мой, когда ты понимаешь, что это еще твои партнеры по сцене, ну, остается только наслаждаться и радоваться. На спектакли в театр приходят одноклассники, учителя, соседи, бывшие молодые люди, я не знаю, мамы, там, тетя. Вот как вы понимаете, что вот они все тут сидят? Этот Васька с седьмого Б, который говорил, что-то у нас за дамы бегают. Мне бы самой было очень интересно узнать, ну, по крайней мере, там, в соцсетях мне одноклассники именно не писали. Не писали. Мне писали зрители, за что им вообще просто огромное спасибо. Эти теплые, приятные отзывы – это очень-очень много значит для артистов, особенно для молодых артистов, поэтому зрителям за это огромное спасибо. Что касается соседей, тоже нет. Моя семья – это, конечно, мои самые… вообще мама – это вообще мой самый просто любимый зритель, потому что он самый строгий, вот, критичный, но при этом, конечно, самая родная мама знает весь репертуар нашего театра, вот, ее коллеги. Особенно, наверное, было приятно очень, когда мамины коллеги, и мама уже 30, да, 30 лет, даже больше, наверное, работает на рельспроекте. И когда у нас были гастроли в Москве, пришли его коллеги, которые сейчас живут, ну, в Москве, в Подмосковье. И это было так приятно и удивительно, когда они вот с этими эмоциями тебе говорят и восторгаются, и они же помнят тебя совсем вот такой вот крошкой, и они сейчас видят тебя, и вот это вот восприятие, и это понимание того, что, боже мой, во-первых, сколько времени прошло, во-вторых, как вообще непредсказуемо это жизнь, и как здорово вот так вот, ну, видеть маминых коллег, и… ну, это вообще, да, здорово. И поэтому вот насчет знакомых, я не знаю, все прекрасно, все хорошо, все рады, и я рада, когда кто-то свой отзыв оставляет или там спрашивает, а как вот у вас вот это вот происходит, а как вот это, это, ну, тоже замечательно. То есть как-то вот насчет одноклассников, честно, не знаю, мне само интересно. Мама не говорила, как-нибудь после спектакля, не дотянула, мне кажется, я не знаю, или как-то слишком груз, слишком много улыбалась. Конечно, бывало, конечно. Я говорю, мама – самый строгий критик. Это не то, что, ой, ты молодец, ты моя умница, конечно, обязательно с этим. Я не верю. Ну, такое бывало, но, во-первых, мама всегда… мама у меня дипломат, она никогда не давит, не задавит, у нее такого вообще нет. Она скажет мягко, но ты поймешь. Ребята! Ребята! Он вам теперь медали дадут, да? Ирочка, без трусов не считается. Как это не считается? Если спасли утопающего, но он оказался без трусов, то спасение не засчитывается. Надо найти трусы, и тогда дадут медаль. Теперь выпив полагается. Да, зря он убежал. Ну, знаете ли, если вам медали не полагаются, то и выпивка тоже не полагается. Ирочка! Я против! Ирочка, как это не полагается? Ирочка! Мы слишком строги! После программы зрители скажут, а, так это же наша девочка, получается, она рельчанка. Наоборот, мне кажется, это же здорово. Вот когда ребенок родился здесь, он здесь рос, он знает, что это за условия, и отучившись где-то он возвращается. Никто... Я вообще никогда ничего не загадываю в этой жизни. Потому что, во-первых, меня жизнь убедила в том, что это бесполезно загадывать что-либо. А во-вторых, ну, ты никогда не знаешь, где ты будешь завтра. И для меня тоже в этом огромный, в общем, такой трепет такой огромный. Потому что тоже часть жизни, неожиданность вот эта вот. Поэтому я не знаю, что будет завтра. То есть я никогда не загадываю. Когда меня спрашивают, а что там? Ну, вот ты через пару лет там... Я говорю, слушайте, я не знаю, что через месяц будет. Но кто знал, что вот мы на сегодняшний день будем жить в таких реалиях? Никто. Поэтому я всегда вот за то, чтобы не загадывать. Немножко фаталист. Да, да, абсолютно. Вы сейчас введены в спектакли. Нравится то, что вам предложили? В чем вы сейчас? Да, при том, что у меня так все, опять-таки, дышь, получилось. Вот так вот все быстро, ярко. Первый день в театре это был, конечно, вообще замечательно. Потому что, когда я пришла, мне сказали, ну, вот сейчас ты посмотришь репертуар, походишь, поприсутствуешь на репетициях. Ну, плавненько так вольешься, все будет хорошо. Первый день. В связи с того, что я познакомилась, во-первых, с Дарьей, Драготовцой, мы в одной гримерке, и с Варварой Бабаянс. Она как раз тогда водила девочек в танцы «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Да, да. И вот я пришла, и она говорит, так, пойдем. И я, у меня еще не было ничего. У меня еще не было никакой, то есть, ну, там, ни обуви, ничего. Я вот так вот... Да, это вот был первый день. И потом вот как-то тоже пошли воды, 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 потому что водов у нас было много. Угу. 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 И тоже Фигаро, то есть, начинался с вассалки, потом была фаншета. Ну, вот сейчас фаншета. Угу. Тоже водная. То есть, воды вообще для любого артиста, любой вод... Честно. Скажите честно. Ну, он говорит, ну, нормально. Честно. Честно, конечно, это стресс. Это огромный стресс, потому что, ну, во-первых, ты приходишь на чужую кухню. Да. Где уже, значит, все ингредиенты, уже все-все-все знают. А уже так, а вот это вот так-то, вот это вот так-то. И у тебя, в принципе, пока, так как воды бывают по времени очень разными, а бывает, что тебе дается достаточное количество времени, а бывает так, что это пара репетиций, и ты влетаешь просто вот с такими глазами в спектакль. Вот. Ну, в этом тоже есть своя прелесть. Ты приходишь на чужую кухню, тебе надо просто влиться. То есть, у тебя задача не нарушить то, что было. Потом ты уже, ты уже вносишь свое, ты уже, ты понимаешь своего героя, ты понимаешь его взаимоотношения с другими персонажами. Это все нарастает, это нарастает, нарастает, и вдруг ты ловишь себя в моменте, когда, да, а вот прям вот как-то вот все вот, как будто так и было. Ну, то есть, ты настолько уже себя отпускаешь, ты уже свободно себя чувствуешь, уже нет вот этой, боже мой, что там с текстом, боже мой, что, а куда, так, что там по мизоцене. Все, нет, ты в процессе уже, ты себя отпустил, и ты наслаждаешься. Вот этот, когда приходит этот чудесный момент, а приходит он, ну, если ты хорошо работаешь довольно скоро, тут просто наслаждение. На каком спектакле вы можете сделать, ну, и что, что Мария Нестрян делала так, а я вот так сделала? На каком спектакле разрешат? У меня вообще таких мыслей не было, честно. Говорят об этом очень многие, да, когда вот, ну, а вот эта артистка делала так, или этот артист делал так. Ну, хорошо, а я другая артистка. То есть, понятно, что у тебя, у тебя задача не нарушить рисунок. Естественно, ты не можешь взять посреди сцены, выдать вообще то, что идет, ну, там, не знаю, вообще вне сюжета, да, или, там, не дать партнеру реплику, потому что ты так решила. Нет, нет, конечно, нет. Но того, что вот как-то не было такого, что, ой, а вот я сейчас сделаю не так, как она сделала. Это, наверное, плохо. Нет, ну ты же другой человек, у тебя другая органика, у тебя все другое. У тебя просто ее костюм, все. А ты, это уже твой персонаж, и ты с ним работаешь. Очень был смешной случай. Не знаю, рассказывать. Да, рассказывать. Нам уже рассказывали про выпадение телефона из сапог и зажигалок на сцене. У меня еще было... С репликами «Огниво!» Мы нашли «Огниво!» Про падение, про сотрясение вам не рассказывали, да? Нет. Нет, у меня было другое. Это, значит, у меня был вот как раз-таки на фаншету «Фигаро». И я помню, что мы перед этим, ну дня за два, за три мы сидели в гримерке с девочками. Что-то мы, значит, обсуждали какие-то смешные моменты и спектакли, которые у каждого артиста бывают. И я думаю, так, у меня что-то в театре такого еще не было. Думаю, интересно, ну будет же, наверное, что-то у меня такое, что я буду вспоминать и думать, ах, как было, вот ах, как было. Ну, и все, что не говорится в театре, понимаете, воплощается. Потому что через буквально дня три, да, моя премьера в роли фаншеты, есть там одна сцена, где фаншеты подслушивает с булавкой, вот. И так получилось, что, значит, я беру эту булавку, там заканчивается танецшествие, я беру эту булавку у графа, и, значит, я должна выходить с одной кулисы. Но дело в том, что я пошла по другому пути, я думала, что так будет быстрее. То есть, когда я вводилась, ну, этот момент как-то вот этого выхода, почему-то он не был вот именно по тому хронометражу, скажем так, был пройден. Это было как-то медленнее, и я думала, что у меня времени здесь гораздо будет больше, вот. На что я, конечно, очень сильно ошиблась. Времени было, вот столечко было времени, я пошла по другому пути, совершенно по другой кулисе. И я слышу, я бегу, я бегу в обход сцены, и я слышу текст Коли Каверина, на котором я уже должна быть на сцене. А меня еще там не то, что нет, я бегу, я цепляюсь платьем, я падаю, я с этой булавкой просто, я подлетаю, значит, я за кулисы, влетаю просто за кулисы, вот с такими глазами. И Коля ходит, фаншетта, ты здесь? Фаншетта, ты нас подслушиваешь? И вдруг он поворачивает голову, видит меня за кулисами, у него такое лицо, я думаю, ну все, вот просто все, я стою. А причем, знаете, вот, ну когда ты в таком стрессе, у тебя же тело совершенно по-другому себя ведет, как ты не ожидаешь. Я стою, я понимаю, что я не могу сделать шаг, я вот стою вот с такими глазами вкопанная, и вот он на меня, он на меня смотрит и говорит, фаншетта, ты нас подслушиваешь? Я делаю вот такой огромный шаг из-за кулис. Нет. Я думала, что вот на этом моменте у меня рухнет весь мой текст, это еще уже был вот, это еще ты вообще, ты плаваешь по всему, ты плаваешь по тексту, ты плаваешь по мизансценам, ты еще вот совсем-совсем напряженный такой в электричестве. Я говорю, нет. И потом я, и потом все идет как по накатанной, вот просто все. Я так выдыхаю, я уже начинаю как-то. У Коли, конечно, были глаза просто. Он на меня так смотрел, что я думала, что и у меня вот такие глаза, у него такие глаза, мы вдвоем на сцене вот с такими глазами. Я говорю, мама, боже мой, что там было? Я говорю, слушай, мы все посмеяем, мы думали так задуманно, что ты там подслушаешь. Говорит, ты так смешно вышла, у тебя были такие глаза, как будто ты подслушала там целый час. Я говорю, боже мой, как хорошо, что так получилось. И вот этот момент, я бежала так, боже мой, я никогда не забуду, как я бежала. Насколько нужно хорошо работать, а тем более вот этот дебют, работать с партнером, чтобы он подстраховал там? Это надо сказать огромное спасибо партнеру, потому что если у тебя хороший партнер, он тебя чувствует, он тебя ловит, он может тебя вытащить. Это большое счастье. У нас так, потому что все друг друга, ну как-то стараются чувствовать, по крайней мере. Нет такого, что, ну это твой текст и вози с ним сам. Нет, нет, все друг друга чувствуют. От партнера колоссально много зависит, особенно в воде. Это просто, ну это все, ты, это вот на них вся надежда. Вот, конечно. Поэтому это огромное спасибо всем-всем партнерам моим, с которыми я водилась, потому что, во-первых, это тоже нервы. И это, ну, а как это же тебе тоже к другому партнеру привыкать? И особенно, когда, ну, а еще же есть физические какие-то моменты, то есть там поддержки и так далее, и так далее. Вот там, ну, в тех же Примадоннах у нас. Вот это вот все, поэтому, конечно, да, это все по-другому. Партнерство — это дело такое. Это вообще одно из самых, вообще главных таких столбов. Не хочешь предложить свои сценарии режиссера? Ну, у нас же все-таки театр. То есть вы имеете в виду пьесы. Да, пьесы, да. Пьесами нет. Я сейчас как-то не работаю, я стараюсь больше по-сценарному. Но пьесам не очень интересно. Это, конечно, по-другому. Это стоит попробовать, но это немножко другая стезя. Если не говорить про вводы, а, допустим, про новые спектакли. Вот, 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 спектакль, вы назначены, или даже те же полярки. Не срабатывает у вас вредина сценарист? Ну, ёпки. На полярках срабатывает, честно скажу. Ну, вы, 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 вы. Нет, ну, вот, чтобы прям так снисходить на категория В, такого нет. Конечно, бывает, потому что все равно какие-то, когда у тебя есть твои профессиональные штампы, когда ты видишь... Они есть. Они есть, конечно, они в любой профессии есть. Что сценаристы, что актеры, что журналисты. Конечно, конечно, ты понимаешь, ты видишь, например, там, не знаю, описание персонажа или еще что-то, или как построена фраза, ты думаешь, так, ну... Ну, ты понимаешь, что ты, во-первых, не редактор в данный момент, ты не имеешь никакого права замахиваться, ничего исправлять, вот, конечно. Есть такое, есть, безусловно, но не часто, не могу сказать, что часто. Но в театре строгая субординация, извините. Вот я режиссер, я приехала, вы приз. Ну, да, но тем не менее... Вообще нельзя предлагать или что-то? Нет, вообще, конечно, режиссеры бывают разные, но я не встречала тех, кто был бы там глухо закрыт к тому, что ты предлагаешь. Нет, такого не было. То есть понимаем, что это команда, что это процесс, что все вместе и все за одно дело. Вот как-то так. Оказывается, в театре есть женская дружба. Конечно, есть. У нас такая девичья банда есть. Да, 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 это вот Даша и Несса, и я. Да, да, конечно, есть, как в любой профессии. Вообще, очень много клише есть, конечно, существует. Да, 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 да. И это, в принципе, нормально. Но откуда-то они взялись, правильно? Правильно. Я думаю, что, конечно, всякое имеет место быть, но ты же человек в первую очередь. У тебя есть чувство, у тебя есть какая-то твоя наполненность духовности, и она не имеет никакого отношения к тому, что там, не знаю, происходит в карьере или еще как-то. Это гораздо выше, больше, я думаю, что да. Микола влюбился в апреле. Валентину Ковалеву. Подвез ее однажды от города до деревни. Ничего. Сидели рядом, молчали. На ухабах подкидывал. Ой, девушка прислонилась и всякий раз смущенно, глядя на него, думала. Ну, точно хотела сказать. Но вы же понимаете, что не сама я хочу этого. Она и отодвигалась на самый край сиденья. А он ничего даже не смотрел на нее. Она насвистывала амурские волны, а сам думал об аккумуляторе. Так аккумулятор-то у него сяло. Бывают же такие красивые. Подумал он и все, и не вспоминал о ней больше. Мало ли красивых девушек на свете. Ой, обо всех думать, голова распухнет. Наступил апрель. Как вы отдыхаете в трейл? Ой, до, собственно, всего, что случилось. Мы любили, конечно, куда-нибудь выйти поужинать. Особенно после, например, не знаю, долгих репетиций или после вечернего спектакля мы куда-нибудь выбирались, конечно, с девочкой. Мы ходим в кино, не знаю, послушать музыку, поужинать. То есть, ну, как все абсолютно. Ночные клубы? Спортом заняться. Нет, я в Норильске вообще не хожу в ночные клубы. Не знаю, ну, то есть нет у меня такого какого-то прям желания. Как-то не возникало. После аварии с мужем Дарьи реже получается или как? Или все равно вернулись? Нет, у нас вот что замечательно, какого-то этого огонька мы не потеряли. Мы так же встречаемся, мы так же шутим, мы так же друг на другом, в общем, смеемся, радуемся, плачем. Все как раньше. Это вот именно что какие-то, когда ты проходишь этапы в своей жизни, и ты умеешь сохранить вот эту вот какую-то духовность, красоту. И когда это все остается между вами, это замечательно. Вы доводила куда-нибудь их, ну, в те места, которых точно они не знают, потому что тоже не так давно приехавшись в Норильск к девушке. А вот там вот есть такое. Или это уже затерлось? Я такая норильчанка, не норильчанка, я вам честно скажу, потому что я была крайне домашним ребенком, и очень, я была всегда очень занята. Единственное, что мы тоже в семье были такие, мы любили турпоходы, очень красные камни, вот природа, да. На красных камнях. Да. На красных камнях их не водила. Что касается каких-то мест, я говорю, что я была все время чем-то занята. Я не помню, чтобы я вообще как-то вот на улице гуляла. В подростковом возрасте даже у меня не было такого. То есть это было либо театральное отделение, либо это были танцы, либо это был КВН, то есть в старших классах КВН. Да, поэтому я вообще не помню, чтобы было время. То есть это всегда было, знаете, как по GPS из пункта А в пункт Б, в пункт С, в пункт Д. То есть это вот так вот это было. То есть я как-то насчет мест в Норильске таких, чтобы я вот такая вот, вот такая вот я норильчанка, да. Не одна, поверьте. Вот честно, я как-то, ну, природу, конечно, люблю. Было здорово, когда мы все ездили на ламу, часть трупа была на ламе. Это было потрясающе. Вот как раз вот мы с девочками. Вот. Это было замечательно. И вообще вот на природу хочется выбираться все чаще и чаще. А поставить что-нибудь хотели бы на этой сцене? Я, как режиссер, никогда не хотела быть режиссером. Это настолько тяжело, это настолько большая ответственность. Режиссерских амбиций у меня никогда не было. И, ну, как бы я пока этому рада. Сценаристы, они спокойнее режиссеров в этом смысле. У них, да, у них свои келья. Фолианты. Да, они вот, вот, они там в процессе. У режиссера гораздо более энергозатратнее, конечно, работать. То есть у меня, я говорю, даже вот во ВГИКе у нас очень многие ребята, которые учились на сценарном, у них были прям такие режиссерские амбиций. Многие ушли в режиссера, кстати. Да. Кстати, одногруппница моя, она вообще шла в театральные режиссеры, причем весьма успешно в Москве, вот сейчас в электротеатре Станиславского, да. Но я нет, нет. Я понимаю, что я хочу развиваться вот в своем русле, да. А вам сейчас, ну, вы сейчас живете одна или с мамой, с родителями? Нет, 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 я одна, родители отдельно, да. Одна в Толнахе, вы... Да, я, ну, вот, 16 лет одна живу самостоятельно. Вот вы вернулись на улицу, вам сейчас уютно? Или вы вспоминаете Италию, Москву? Я все вспоминаю. То есть у меня нет такого, чтобы там, ой, вот, и все. Нет, уютка, безусловно, есть. Есть ощущение дома, есть ощущение... Потому что семья рядом. Всегда, когда... Твой дом может быть где угодно. Когда рядом с тобой близкие, родные люди, это твой дом. И так как они здесь, конечно, вот. Но, естественно, я вспоминаю свои путешествия, они еще не закончены. Я вам больше скажу, они еще не закончены. Но мы пока не загадываем. Да, но мы пока не загадываем. Но я к тому, что вспоминается с теплотой, с любовью, не знаю, звонки друзьям. Вот все, что сейчас происходило в мире, я очень за них переживала. Мы созванивались и с Италией, и с Испанией. И как-то, в общем, да. Поэтому, не знаю, мир, он настолько большой. Он настолько прекрасный. Я вообще всегда говорю, что, боже мой, мы все настолько одинаковые. Независимые вообще ни от чего, ни от языка, ни от религии, ни от цвета кожи, ни от чего. Мы все настолько одинаково любим. Мы все настолько одинаково плачем, скорбим, радуемся, веселимся. То есть, вот когда ты путешествуешь, тебе позволяет это увидеть. То есть, мир настолько огромный, настолько вот он и маленький, и вот такой вот он. Когда все друг друга понимают. То есть, если ты, конечно, этому открыт, если тебе все не нравится, тебя вокруг все раздражает, начиная, не знаю, от того, как тебе раскрыли паспорт на таможне, и все, и дальше по накатанной поехала. Ты не замечаешь ничего, ты не замечаешь ни красоты вокруг, ни людей, ни каких-то недостопримечательностей. Ну, конечно, ну, как бы. А когда ты открыт миру, то он прекрасен. Вы все-таки норильчанка или космополит? Ох, хороший вопрос. И норильчанка или космополит? Боже мой, на него так сложно ответить. Правда. Потому что я вообще всегда говорю, мои друзья знают, я человек-чемодан. То есть, у меня есть такое, да, даже мне вот открытку такую подписывали мои друзья. Но Норильск не может не быть в моем сердце. Это настолько, то есть, это часть меня, это часть моей истории, это часть моей семьи. Я себя, как личность, не могу без него представить. Но сказать, что я только норильчанка, я тоже не могу. Потому что я, еще раз говорю, этот мир огромен, замечательен и прекрасен. Вот. Так что, как-то вот затрудняюсь на сто процентов ответить. Но то, что это в моем сердце, это безусловно. Елена, ну что, покажите то самое место. С удовольствием. Пойдемте покажу то самое место, на котором, в общем, вот с которого все началось. Ну, то есть, театр, это же особая атмосфера. Ты вообще, ничто не может заменить эту атмосферу, когда ты приходишь. Когда гаснет свет, когда третий звонок. Когда уже все вот, все вот там вот уже все шушукались, расшушукались, телефона выключили. Ну, тогда еще их не было. Да, и вот с замиранием сердца ты ждешь вот этого волшебства. И это было. Это было. Сейчас мы дойдем. Это было прекрасное место. Вот это было где-то здесь. То есть, я прям по ощущениям могу сказать, что вот как-то отсюда. С открытым ротом. С открытым ротом. Ну, да, может быть, рот был не открыт, но глаза были огромными. И просто все переполняло внутри. И, да, вот, собственно, я думаю, что с этого все началось. Это путешествие длиной в жизни. Мы другом. Круто! Субтитры сделал DimaTorzok